Наряды Леди Ди, секс-перерыв на работе, как способ сохранить семьи и самый большой айсберг, который вот-вот отколется от антарктических ледников. Об этом и не только в нашем международном обзоре. В Лондоне покажут наряды Леди Ди. Среди модной истории принцессы Дианы, легендарные вечерние платья, мятного света, вызвавшие фурор на Каннском фестивале, темно-синее, в котором она танцевала с женом Траволтой на приеме в Белом доме, деловой красный костюм и многое другое. Авторы выставки в Кенгсингтонском дворце хотят продемонстрировать, как менялся стиль Леди Ди с годами. Для посетителей экспозиция откроется уже завтра. Дональд Трамп станет звездой карнавала в Астинах в Германии. Так считают производители париков в городе Нойштадт-Байкобург, Баварии. Днем и ночью они безустанно делают парики с прической нового американского президента. Каждую новую партию мгновенно раскупают. Немцев не отпугивает даже цена. За каждый парик придется выложить от 20 до 30 евро. В Швеции обеденный секс могут начать оплачивать работодатели. Местный политик Пер Эрик Мускас выступил с инициативой вести для работающих оплачиваемый часовой перерыв во время рабочего дня, чтобы люди могли отправиться домой и заняться сексом. Мускас считает, что шведские семьи и просто влюбленные проводят мало времени вместе. И такой перерыв им просто необходим. По мнению политика, нововведение поможет улучшить отношения между парами. В США отец поспорил на 20 долларов с сыном, что тот взберется на спину быка. Все бы ничего, но сыну всего 4 года. Мать и сестра мальчика опасались, что это может быть опасно. Однако не остановили ребенка. Отец же бросился на помощь только когда бык с малышом на спине вскочил на ноги. Позже на своей странице в фейсбуке мужчина опубликовал фото счастливого сына с 20 долларами и объяснил. Бык их домашний животный и мальчик каждый день кормит его с руки. От антарктических ледников вот-вот отколется один из крупнейших в истории айсбергов. Ледяная гора величиной с Киевскую область может отделиться уже через несколько недель. От основного шельфа ее отделяет огромная трещина, которая каждый день растет и уже почти достигла края ледника Ларсенце. Если глыба льда растает, уровень Мирового океана поднимется на 10 сантиметров. За последние десятилетия из-за глобального потепления уже откололись и растаяли части ледника Ларсен-А и Б.